Микс Ньюс Каждую среду в полдень на Радио Балком Да, афиша у нас всегда начинается со среды Подробный обзор культурных событий в мире классической музыки Бывает ли какой-то день, когда нет ни одного концерта классической музыки? Включено Да, невозможно Приглашенные в студию музыканты Какую программу подготовили для наших рижских слушателей? Секреты профессии Во время игры подумать так, ногу надо подвинуть подальше Потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом То, что происходит за сценой Вот это за кулись, то, что там происходит Боже мой Все это в программе Культурная среда с Еленой Приваловой На Радио Балком Ходите на концерты классической музыки? Добрый день, дорогие друзья Приветствую вас на культурной среде И сегодня у нас в гостях Гости, которая должна была присутствовать и в предыдущую среду И по предыдущей-предыдущей Ну а по нашей технической ошибке Никак не складывалось наше общение Это музыковед, пианистка Окончившая Московскую консерваторию И проживающая в Москве Юлия Казанцева Здравствуйте, Юлия Добрый день Говорить мы будем о Петре Ильиче Чайковском Наша встреча была запланирована На две недели назад Для того, чтобы рассказать вам о временах года Петре Ильиче Чайковского Его большой фортепианный цикл А в этот раз опять-таки будет Чайковский Но немножко с другим ракурсом Дело в том, что Латвийский оперный театр Театр оперы и балета Делает постановку «Лебединого озера» Который открывается сегодня Премьера И будет несколько дней до 6 сентября Ежедневно Почти все билеты распроданы Осталось несколько дней Где можно попасть на спектакль «Лебединое озеро» Это ярчайший, уникальный образец Русского балетного искусства И музыка на слуху буквально у каждого И, конечно же, будем говорить Об этом блестящем образце балетного искусства Юля Вот вы уже прям подготовились к нашей передаче Обещали и интересные истории Из жизни Петра Ильича Чайковского Потому что, насколько я помню Это первый балет Петра Ильича Чайковского Это первый балет, да И это был 1875 год, когда он получил заказ То есть ему было 35 лет И вот тут очень интересно Потому что 35 лет — это возраст солидный С одной стороны То есть Моцарт к 35 годам уже всё написал Шуберт уже умер в 31 год Или Шопен, например Ему тоже всего ничего оставалось жить А вот Чайковский — такое впечатление Что он только раскачивался в 35 Он только начинал Ведь Пётр Ильич — уникальный композитор Он феноменально поздно начал заниматься музыкой То есть мы все знаем вундеркиндов А вот Чайковский — он вундеркинд, но наоборот В 21 год Но это поздно по всем понятиям Поздно начинать серьёзно заниматься музыкой А в 21 год он только пошёл посещать музыкальные классы Их организовал тогда Антон Рубинштейн в Петербурге И вот после год посещений Пётр Ильич решил всё-таки, что он будет заниматься музыкой А до этого он ведь был юристом Он занимался юриспруденцией Ходил на службу И самое интересное, он был, знаете, таким непримечательным молодым человеком Без каких-то ярко выраженных талантов Он, конечно, любил музыку Но тогда просто все музыку любили И есть такая странная традиция Что многие великие музыканты были юристами вначале Это о чём-то говорит, вот я не знаю о чём Но смотрите, Гендаль – юрист А сыновья Баха – юрист Стравинский, Шум Ну это какая компания подбирается, правда, Елена? Вот тут подтекст, видимо, заключал Ну вообще то, что Пётр Ильич Чайковский Достаточно поздно начал заниматься музыкой Это была, можно сказать, российская традиция Вспомним и римского Корсакова, и мисковского И, в принципе, всех композиторов именно XIX века Там Балакирев, Кьюи, они Их можно в наше время было бы назвать всех дилетантами Но как вот эти дилетанты вознесли русскую культуру Просто на вершины музыкального олимпа И, конечно, в первую очередь Пётр Ильич Чайковский Который, несмотря уже на солидный возраст Когда почти в 21 год некоторые умудряются выпуститься из консерватории Он только спустя несколько лет поступил в консерваторию Он поступил, и вот тут, знаете, происходит какое-то чудо Потому что Пётр Ильич из незаметного серого молодого человека Превращается в одержимого в хорошем смысле Одержимого человека музыкой И воспоминания его одногруппников, скажем так Как-то раз Рубинштейн задал задание написать цикл вариаций Спрашивает, ну сколько вариаций? Рубинштейн говорит, ну напишите, чем больше, тем лучше Ну и приносит все там 10 вариаций Чайковский, знаете, сколько принёс? Он 200 вариаций принёс Бывало, что он ночами писал Он вот сутками работал И он не то, что сочинял, вот его вдруг начал писать музыку Нет, в студенческие годы вот он именно грыз гранит музыкальной науки И полифонию, да, и контрапункты, и оркестровку Вот всё вот это он выполнял Все задания И поэтому происходит то, что происходит Через несколько лет обучения Четыре года тогда, кажется, длилось обучение Он становится суперпрофессионалом Действительно, профессионал композиторского дела Который, по сути, ещё ничего не написал Но он уже знает, как И поэтому его приглашают преподавать уже в Московскую консерваторию Которая тоже только что открылась Мне вот очень нравится цитата Петра Ильича Я сейчас прямо зачитаю «Во мне есть силы и способности Но я болен той болезнью, которая называется обломовщиной И если я не восторжествую над ней, то погибну» И вот надо сказать, что он полностью восторжествовал Он просто шанса не оставил этой болезни Он работал всю жизнь У него, с одной стороны, вот Чайковский художник такой Пылкий, мечтательный, нежный Художник чувств, художник эмоций А с другой стороны, это просто хирургическая точность Профессионализм и железная дисциплина Вот такое странное сочетание И он работал каждый день У него было правило, что неважно, как ты себя чувствуешь Ты в дороге или нет, что нужно работать И вот он говорил, что работать нужно всегда И настоящий артист не может сидеть, сложа руки Под привдогом, что он не расположен И если начать расположение, то легко впасть в лень и апатию Нужно терпеть и верить И вдохновление неминуемо явится тому, кто сумел победить свое нерасположение Это просто дивизия Это мотивация от Петра Ильича из первых рук Да, эту цитату нужно повесить каждому музыканту И, наверное, в принципе, каждому человеку на видное место Потому что действительно И эта обломовщина Сейчас это называют прокрастинацией Модным словечком А на самом деле это та обломовщина, которая настигает каждого Каждого творческого человека Особенно, потому что нам кажется, что должно снизойти вдохновение Для того, чтобы мы начали заниматься Для того, чтобы мы что-то сделали А вот примет Петра Ильича Чайкова Кстати, есть еще другой пример Ярчайший человека, большого труженика Это Иоганн Себастьян Бах Это труженик, который действительно также по часам, по календарю занимался Почему я перевела вас, дорогие слушатели, от Петра Ильича Чайковского И премьера Лебединого озера Да потому что мы будем разыгрывать сейчас билеты в Домский собор На концерт 4 сентября И там будет Иоганн Себастьян Бах Но не только На самом деле концерт посвящен 85-летию Выдающегося, гениального композитора Арва Пиарта Недавно скончавшегося И написавшего выдающееся произведение И вошедшее в золотой репертуар классической музыки И 4 сентября прекрасные музыканты Виолончелист Иворс Беспрозванов И органистка Диана Яунзайма Портная Исполнит произведения Иоганна Себастьяна Баха и Арва Пиарта Первый, кто позвонит в нашу студию Получит 2 билета на этот концерт В пятницу в Домском соборе Ну вот так, кстати Пётр Ильич Чайковский не всех композиторов Люблил Например, к Брамсу он относился весьма скептически Но я не помню, как он относился к Баху Вы помните, Юля? Ну, Бах не являлся композитором номер один Моцарт был самым любимым на протяжении всей жизни И Чайковский написал «Сюита Моцартиана» Да, я даже не слышала Секундочку, Юля, у нас уже есть звонок Кто хочет пойти на Баха и Пиарта Алло, здравствуйте Здравствуйте Вы собрались пойти в Домский собор на Баха и Пиарта Да, хочу Прекрасно Да Пожалуйста, позвоните после эфира на мой телефон 220-929 220-929-00 Я расскажу, как забрать билеты Всего доброго Спасибо Ну вот, у нас билеты в Домский собор улетели Ну, кстати, про Баха, про который я спросила И оказывается, Петр Ильич Чайковский не очень любил Иоганна Себастьяна Баха Мы разыграем два билета еще чуть-чуть позже На мой концерт посвящен цикл Все органные сочинения Иоганна Себастьяна Баха Пятый концерт, который состоится в Старой Церкви Святой Гертруды 11 сентября И вот в беседе Послушайте нас еще немного Про Петра Ильича Чайковского А чуть-чуть позже мы разыграем еще билеты на этот концерт То есть Юлия Петр Ильич Чайковский Баха недолюбливал И не так, как Сергей Иванович Танеев, его учитель, да, и как бы старший коллега в Московской консерватории Штудировал всю полифонию, был именно на творчестве Баха Не то, что недолюбливал, просто это было как-то вне сферы его интересов, что ли так А вот еще один, кстати, великий современник Чайковского, Рихард Вагнер Вот тут тоже была своя история отношений И именно в момент работы над Лебединым озером Чайковский отправляется в Байроид И он присутствовал на премьере легендарной историческое событие Премьера «Кольца Небелунгов» Это грандиозная оперная, даже не трилогия, а «Четыре вечера» Это просто сериал, да И вот там Чайковский был, причем не сам по себе был Он был корреспондентом русских ведомостей И там он познакомился с Вагнером И к Вагнеру Чайковский всегда относился с интересом Но вот он сказал, что все-таки это не мой путь То есть, да, Вагнер велик, а мы пойдем другим путем Ну, так, кстати, к моменту написания «Лебединого озера» Какие крупные произведения уже? То есть, наверное, точно была первая симфония, да? Какие были произведения уже, которые, в принципе, вывели композитора В такой, в ранг композиторов именно русских? На самом деле, не так много Конечно, первый фротепианный концерт Но первый фротепианный концерт был написан И Николай Григорьевич Рубинштейн уже отказался его играть Уже сказал, что это плохая музыка Никто это играть не будет, нужно все переделать И как раз в этом же 1875 году, когда, вот мы говорим все время, да, сравниваем с «Лебединым озером» Как раз в этот же год Ганс фон Белов в Бостоне исполнил первый раз первый фротепианный концерт Чайковского То есть, премьера мировая состоялась не у нас, к сожалению, а в «Лебединым озером» Да, действительно И исполнил франц фон Белов Вот, к сожалению, так А после этого исполнения уже все пианисты начали играть И Рубинштейн играл, и Танеев играл, и до сих пор пианисты играют То есть, это самый-самый, конечно, репертуарный концерт Что еще было написано? «Ромео и Джульетта» Тоже репертуарное сегодня произведение Кстати, я бы хотела нашим слушателям немножечко еще про первый концерт добавить Что действительно одно из ярчайших произведений И, наверное, это тот концерт, который наряду со вторым и третьим концертом Рахманиного Входит в репертуар, наверное, почти каждого композита, каждого пианиста И, наверное, все мечтают его сыграть И на знаменитом конкурсе Петра Ильича Чайковского Который проводится уже более полувека в Москве И является одним из самых серьезных конкурсов вообще во всем мире И там, конечно же, в финале все стремятся сыграть первый фортепианный концерт Хотя есть еще и второй, не так часто исполняемый А вот, Юля, вы сама пианистка И окончили консерваторию как пианистка Болели ли вы первым концертом Чайковского? Или он вас обошел стороной? Нет, я болела, я его играла И мне даже посчастливилось его исполнить с оркестром И это, конечно, особое состояние для пианистов Потому что когда ты это играешь И понимаешь, что сколько великих пианистов до тебя это играли Это какой-то особый момент экстазы, я бы сказала Но мне кажется, вот это вступление, это грандиозное И вот это как будто действительно такое и жизнеутверждающее И солнечное То есть вот такой апофеоз в самом начале Я и как музыковед не могу припомнить вот такого начала в других концертах Это действительно одно из ярчайших произведений Которые сразу, сразу захватывают с первых аккордов И не случайно, это, наверное, самый любимый аккорд Пожалуй, все-таки сейчас самого известного Среди широкой аудитории Дениса Мацуева Нас редко могут назвать других пианистов Но Денис Мацуев всегда, конечно, это вот как то же солнышко Когда он выходит на сцену, точно так же всегда улыбается И грандиознейший концерт Но в то же время, конечно, вот Петр Личайковский Он прославился, вы знаете, не только каким-то одним произведением Как многие другие композиторы Вот он создал шедевры буквально во всех жанрах И получается это в юном, все-таки, можно сказать, в юном 35 лет для композитора, который начал в 21 год То есть, если можно так представить То в профессии он к этому времени был всего 14 лет И можно сказать, что юный, да? Если в профессии... Он сразу как-то пылко взялся за дело И у него уже было написано, между прочим, целых две оперы Опера Воевода и Унзина И тут, кстати, вот если мы говорим об операх Тут такой же вопрос интересный, как и с концертами Сколько всего концертов для фортепиано с оркестом? Мы все знаем первый, а еще и второй, и третий А сколько оперу Чайковского? Это вопрос, который даже студентов давали Конечно, не три, да Но все знают и Аланту, все знают, конечно, Евгения Онегина Пиковую даму Но он, конечно, писал и оперы Как многие композиторы Все равно это не всегда шедевры То есть, как вы уже сказали, и Воеводы, и Унзина А есть еще и оперы, которые наверняка до нас даже не дошли Не дошли, потому что он их сам уничтожил Как несчастного Воеводу и несчастную Унзину То есть мы даже не знаем, что это Может быть, это были шедевры Остались отдельные фрагменты, конечно И, между прочим, Унзину он использует как раз в Ребедином озере Почему я не вспомнила Знаменитый дуэт Одессы и Зигфрида Это как раз фрагмент из Унзины Это был такой романтический сюжет, любовь И почему вот сам Чайковский уничтожил столько своих произведений Как никакой другой композитор, между прочим Поэтому он тоже уникален И он уничтожал после того, как это произведение было исполнено Ему искренне казалось, что он написал плохую музыку И вот читая его дневники, его переписку Он очень откровенен в письмах Поэтому читать его письма Это тоже такое особое ощущение Как будто ты с ним один на один разговариваешь Даже как неловко немножко Вот он о самом сокровенном говорит Вот он говорит, что я плохой композитор Я посредственность И, кстати, то же самое Вот слово Шестакович говорит Вот у великих, у некоторых композиторов Была такая черта Самоедство Это не подёрство Это не того, чтобы их похвалили А вот действительно Шестакович тоже писал Я помню, что вся моя музыка Это посредственность и серость Уже вот под конец жизни Как бы оглядывая, что он написал Чайковский Под конец жизни то же самое говорил И в начале своего пути он тоже Ну были такие вот качели То он не верил в свои силы Как хорошо, что были эти Он пишет гениальное произведение Вот такие вот эмоциональные качели Как хорошо, что были издательства Которые произведения Чайковского При жизни издавали И Петра Ильича Чайковского Уже не было возможности их уничтожить Как неизданные произведения И до нас дошли действительно Эти большие шедевры Ну вот, а Лебединое озеро От кого пришёл заказ? То есть получается, можно сказать Неопытному композитору Композитору заказали произведение Которое должно было ставиться Сразу в Большом театре, верно? Да, но тогда крупные Такие вот маститые, скажем, композиторы Они бы и не взялись за балетную музыку То есть это считалось немного Жанр несерьёзный Немного, но всё-таки несерьёзный И Чайковский берётся И он пишет, что я взялся за этот труд В первую очередь ради денег Потому что тогда ему денег Катастрофически не хватало Он ещё не познакомился С Надеждой Филаретный фон Мек Которая станет его спонсором На всю жизнь Он был преподавателем В собственной консерватории Тогда не очень много платили Ты сейчас не платили много Да Поэтому Пётр Ильич Вот он Его история Многим его история понятна И без каут Просто очень жизненная ситуация Понятная для всех Он днём преподаёт Вечером он пишет статьи Ходит на концерты Пишет критические статьи И он пишет за любую работу И вот тут такой заказ Конечно, он берётся за труд Вот он как сам говорит За труд Потому что балетная музыка Это не просто сочинение Это именно балетная музыка То есть нужно выполнить Очень чёткий заказ по меркам Вот тут столько-то тасков Тут быстро, медленно Политмейстер говорит как надо И преподитору нужно Вложить в эту уже сетку Да, столько-то дуэтов Столько-то трио Такое ПДД То есть это дуэт И такое количество Ансамблевых танцев И при этом должен быть Жёсткий ритм И метр То, что... И Чайковский вначале Погружается именно в изучение У него был на самом деле Серьёзный подход К написанию музыки Для него эталоном Является Жизель Адена Которая была в сороковых годах Поставлена И вот, глядя на Жизель Чайковский пишет свой балет Использует что-то Из написанной уже Ундины И первая премьера Она не то, что проваливается Ну, вот как пишут Замечательно красиво Что, однако, не искупает Некоторой монотонности Изобличающей недостаток Фантазии композитора Вот так вот В чём обвиняют Жизель Чайковского Но, скорее всего Даже не поняли Этот балет Не из-за музыки А из-за хореографии То, что то, что мы сейчас видим Это совершенно другой балет И самый обидный Пётр Ильич Этот балет не видел То есть вот эти все Красивые сцены Лебединые То, без чего мы не представим Уже танец Маленьких лебедей Всё появилось После его смерти Мариус Петипа И Лев Иванов Хореографы Вот этой новой постановки А потом ещё Ваганова Ставила Сцены При Чайковском Это была Такая бедная Традиционная Формальная Во многом Постановка И, конечно Именно поэтому Быстро балет сошёл И дальше уже Чайковский иногда Исполнял отдельные сцены Отдельные номера Из этого балета И сам он к нему Относился довольно сдержанно Ну, то есть Как один из опытов Вот Последующие два балета Спящая красавица И Шелкунчик Уже к концу жизни Он их написал Вот это уже был Действительно Триумф Сразу же Сразу же эти два балета Становятся Итагоном Как нужно писать балет Ну вот Кстати, дорогие друзья Лебединое озеро Можно посмотреть И послушать В первую очередь В Латвийском театре Опера и балета Начиная с сегодняшнего дня До 6 сентября Каждый день И в некоторые дни На некоторые дни Ещё остались билеты Не пропустите Лебединое озеро Пётр Ильи Чайковский И мы с музыковедом И пианисткой С московским Музыковедом и пианисткой Юлией Казанцевой Как раз разговариваем О Петре Ильиче Чайковском И это был его первый балет Среди трёх Которые на самом деле Все три являются шедеврами И Спящая красавица И Щелкунчик Но тем не менее Первый балет Как мы услышали Не был оценён По достоинству Современниками А были ли Первый фортепианный концерт Тоже не оценили А были ли у Чайковского В начале Какие-то такие удачи Которые действительно И критика И слушатели Сразу приняли Ну знаете Пожалуй нет Все первые его Какие-то Сочинения Они были встречены Довольно прохладно Например Он заканчивал Консерваторию Петербургскую Сочинением Одок радости То есть Взял пример Бетховена И написал Свою одок радости И вот Цедер Кьюи Отметил Что ну Слабовато То есть критика Всегда К Чайковскому Вот в первое Десятилетие Наверное Относилась Как бы Сдержанно Ну жестоко Не особо ругала Ну как бы Да Вот новый композитор Вот так Осторожно к нему Доброжелательно Относились Но вот Осторожно Поэтому Начало У Чайковского Оно было Непростым Это нужно было Терпением Запастись Чтобы вот через Это первое Десятилетие Пройти Доказать Всем Через какие-то Бытовые Сложности Пройти Потом И его Вот именно Как ракета Пойдет уже Карьера Вот такой Карьерный Взлет Это будет потом После знакомства С Коннер И кстати Кстати Лебединое озеро В каком-то смысле Это действительно Такой судьбоносный момент В его жизни Первая постановка Это 1877 год То есть ему 37 лет И в этот год Появляются Две женщины В его жизни Которая Каждая из них По-своему Поменяла Его судьбу Потому что Он и с женой Познакомился И женился Антони Милюкова Это его жена И с Надеждой Филаретовной Фон Мек И Ну если Изженить Ничего хорошего Не вышло То С Надеждой Филаретовной Фон Мек Начинаются Удивительные отношения Тоже уникальные 14 лет переписки Без Личного общения То есть это было Условие Надежды Филаретовны Только письма И Надежда Филаретовна Была меценаткой Миллионершей И страстной Поклонницей музыки Вообще Страстной Такой натурой И вот Услышав Как-то Сочинение Чайковского Буря Симфоническая Прэма Она написала Письмо Как Татьяна Такое Любовное Письмо Но Не как Композитору И вот Постепенно Через Некоторое количество Песен Чайковский Какой-то заказ Для неё Выполнил Она ему предлагает Выплачивать стипендию Без всяких Обязательств Вот только Пётр Ильич Пишите И действительно Чайковский Уходит Со службы Уходит Из консерватории Начинает Сочинять И уже Только этим Живёт И посвящает Ей Конечно Четвёртую Симфонию И Кстати Письмо Такое же Любовное Написала Ведь Ему жена Антонина Налюкова Несчастная Конечно Девушка Она Написала Чайковскому Вы меня Извините Но это Тоже Нужно Зачитать Люблю Любовные Письма Антонина Великова Пишет Любовная Я не буду В состоянии Ни забыть Ни разлюбить Вас То что мне Так понравилось Вас Я более не найду Ни в ком Да я и не хочу Смотреть Ни на одного Мужчину После вас Жить без вас Я не могу И поэтому Скоро Может Покончу С собой Мне нравится Может покончу А может не покончу Как пойдёт Ну правда У них был Действительно Вот если Союз С Фон Мэк Это судьбоносный И вот мне интересно Фон Мэк Поддерживал ли Ещё Кого-то Была ли она У кого-то Ещё Меценатом Надежда Фон Мэк Упустила Свой шанс Стать Меценатом Великого Французского Композитора Клода Дебюси Более того Молодой Клод Дебюси Приехал В Россию И он был Учителем Музыки У Надежды Фон Мэк Было 18 человек Детей Я не оговорилась 18 И конечно же Она страстная Любительница музыки И дети её Особенно девочки Учились Музыке То есть у Дебюси Была серьёзная Нагрузка Педагогическая Но Как глас Легенда Он Влюбился В дочку И Осмелился Даже Сделать ей Предложение И за что Он немедленно Изгнан Из дома Из России Дебюси Времена Музыкант Он был Позиция Немного выше Чем Лакей Дворецкий Да И поэтому Конечно Самая Выгодная Партия Вот можно Вспомнить Если уж Мы об этом Заговорили Шопен Сделал Предложение Марии Водинской Она его Любила Он ее Любил Но она Была Из аристократической Семьи А Шопен Был Знаменитым Композитором Но все-таки Композитором Поэтому Вот так Свадьба Состоялась К сожалению Есть такой Оттенок Вот композиторы Даже в 19 веке Пусть Звезда Но Все-таки Это композитор Да Да То есть Это Сейчас Гораздо Легче Дорогие друзья Немного Отвлечемся От Петра Ильича Чайковского Расскажу Куда же Сходить Кроме Лебединого Озера Который Каждый День В оперном Театре 4 сентября В Ханзас Перон Выступает Один из Ярчайших Латвийских Пианистов Рэни Заринч И программа У него Загадка Называется Соната Не соната То есть Это будут Исполнены Произведения Которые Называются Сонаты Написаны Совершенно В другом Жанре Не в сонатной Форме Наверное Там будет Лист Но кто знает Я к сожалению Не смогла Найти Этой информации Какие композиторы Именно будут В этой программе Непонятные Сонаты Но тем не менее Можно сходить 4 сентября В Ханзас Перон 18.31 Первый Как говорится Часть слушателей Может послышать И в 21 час Второй концерт С той же Самой Программы Это все связано С тем Что Наша Антиковидная Рассадка Когда должна Соблюдаться Дистанция Между слушателями И помещается Гораздо меньше Слушателей Чем В обычное Время 4 сентября Вот мы уже Разыграли билеты В Домском соборе Концерт Посвященный 85-летию Арва Пиарту Играет Диана Яунзем Портнай Органистка И виолончелист Ивар Беспрозванов В программе Бах и Пиарт 5 сентября Также в Домском соборе Закрытие Фестиваля Духовной музыки И потрясающее Произведение Реквием Иоганнеса Брамса Называется Немецкий Реквием Для хора Солистов Симфонического Оркестра И Органа Яркая В частности Будет Исполнено Произведение Ныне Ныне Здравствующих Композиторов 5 сентября Будет Исполнено Произведение Плантона Буровицкого И Якова Геронимуса И для Квартета Скрипка Альт Виолончель И две скрипки И также Еще Кларнитовый Квинтет Произведение Яркие И это Премьеры Не пропустите И там Кстати Выступают Мои коллеги Юрий Савкин И Ирина Валикжанина В этот же день Также будет Произведение Исполнено Филиппа Гласса В других местах Подробную информацию Так это Бесплатные Абсолютно Концерты Надо зайти На сайт Балтан Акции Посмотреть Вот эти Современные Произведения 9 сентября Также В музыкальной Академии Будут Исполнены Квинтет Для кларнета Флейты И клавира И также А получается Все-таки Трио Не квинтет А вот В чем дело Для двух Кларнетов Будет Исполнена Музыка Филиппа Эрсона А также Клод Дебюси Для кларнета Флейты И клавира И вот Правильно я сказала Кларнитовый Квинтет Вольгинга Амадея Моцарта Это в Латвийской Академии музыки В 18.00 9 сентября Ну а мы возвращаемся К нашей гости Из Москвы Музыковед Пианист Я бы всюду пошла Я просто В Москве гораздо больше В Москве гораздо больше На связи у нас Юлия Казанцева Которая Очень замечательно Себя еще именует Пианисткой Сказочницей У нее потрясающие Концерты Сейчас проводятся В усадьбе Архангельская В Москве Это прекрасное место Где она и рассказывает О музыке И играет На фортепиано Это такие замечательные Перформансы И вот у нее Каждую неделю Будут концерты В этой замечательной Усадьбе А говорим мы О Петре Ильиче Чайковском Вот кстати Юлия Помимо Его знаменитого Первого фортепианного Концерта И двух Еще других Знаменитого цикла Времена года Много ли Чайковский Написал Именно для фортепиано И фортепиано Он написал много И к сожалению Фортепиано Его музыка При жизни Находилась в тени То есть даже Когда уже Чайковский Стал композитором Номер один Все равно Все знали Его симфонии Ждали его Новых опер Это всегда было Событие Причем Европейского масштаба То есть его оперы Шли Во всей Европе В Америке Его музыка звучала А фортепиано Музыка Она всегда в тени Потому что Скорее всего Потому что Сам Петр Ильич Ведь не исполнял Свою фортепианную музыку Более того Мы даже не знаем Как он играл На фортепиано Конечно он играл Но он настолько смущался Даже в кругу Близких друзей Вот если он садился Он сразу же Вставал Можно сказать Он не любил Он вот Даже не то что Не любил Он не мог справиться Вот с этим смущением С этим волнением И конечно Для артиста Выступающего Это мучительно И Чайковский Дирижировал Каждый раз Выходил на сцену Вот как под пытками Знаете Для него это был Огромный стресс И тем не менее Он дирижировал Но вот сил на то Чтобы еще И исполнять свои вещи Конечно не оставалось Моральных сил В первую очередь У Чайковского Так сложилось Не было Вот своего пианиста Который бы пропагандировал Его творчество Как у Шумана Его жена Клара Шуман Сам Шуман Тоже не мог играть Он руку повредил Но жена его играла Потому что в основном Шопен Лист Они сами пишут Сами играют Это было принято Даже Брамс Да Был прекрасным пианистом А Чайковский Не мог И например Сергей Иванович Танеев Его любимый ученик И прекрасный пианист Который играл Его музыку Но у Танеева Такой момент Он играл раз в год Он считал Что нужно хорошенько Подготовиться Должно быть все идеально И поэтому Раз в год Это конечно Недостаточно А вот Другого пианиста Который бы пропагандировал Только фротопианную музыку Чайковского Не было К сожалению Николай Иригорьевич Рубинштейн играл Но он играл В основном концерты То есть крупные А вот Миниатюры Очаровательные Миниатюры Чайковского Они так и лежали И на самом деле Вы знаете Они до сих пор лежат Потому что есть Какой-то круг хитов Думка Времена года Для детей Детский альбом Еще немного Совершенно немного Произведений Которые играют все А есть произведения Которые вот лежат И ждут своего часа И Эта музыка К ней Относились Немного С высока Как салонная музыка Там нету Каких-то Виртуозных Массажей Там пианисту Негде себя показать Вот с виртуозной стороны Но эта музыка Интимная Очень теплая И эта музыка Писалась Чайковским Не для сцены То есть Опять-таки Если мы хотим Познакомиться с ним То можно читать Его письма А можно Играть его Или слушать Его фортепианные Миниатюры Это вот такие Личные зарисовки Ну так кстати Если вы хотите Дорогие друзья Познакомиться С Петром Ильичом Чайковским Поближе А еще и с другими Композиторами То Юля Дает лекции Вебинары И Из любой точки мира Можно послушать Ее замечательные Увлекательные истории Это сайт Юлия Тудей Или наберите Юлия Казанцева И вам выйдет этот сайт И можно записаться На любую лекцию Вот сейчас я видела Интересные лекции Времена года Это Обо всех Композиторах Которые написали Циклы времена года Также есть лекции И про Чайковского И про Баха Почему опять Бах? Потому что мы сейчас Именно разыграем Два билета На мой уже концерт Цикла Иоганн Себастьян Бах Все органные сочинения Которые состоятся 11 сентября В старой церкви Святой Гертруды И первый Позвонивший В нашу студию Получит Два билета Телефон 672-12-939 Иоганн Себастьян Бах Конечно Это мой Самый любимый Композитор Потому что В первую очередь Я органистка И Баха можно играть Всю жизнь И могут быть Произведения Которые Хочешь исполнять Именно в этот период Какие-то позже И Это На мой взгляд Конечно Вершина Органного искусства Вот у нас есть Желающие Получить два билета Алло Здравствуйте Здравствуйте Вы хотите Послушать Баха По старую Герцуду Да Пожалуйста Запишите Мой телефон 220 929 Да 00 И после эфира Пожалуйста Позвоните Я вам скажу Как получить билеты На концерт 11 сентября Иоганн Себастьян Программа Иоганн Себастьян Бах Все органные сочинения На самом деле Это конечно Очень серьезный Очень сложный цикл И мне лично Очень жаль Что Петр Ильич Чайковский Не написал Ни одного сочинения Для органа Мы конечно Не написал Да Мы ухищряемся И сделали Аранжировку Знаменитого Фортепианного цикла Времена года Для скрипки Виолончели И органа Звучит очень необычно Но это в данном случае Мы оттолкнулись От гауковской Версии Симфонического цикла Да То есть он Написал Для оркестра И мы многие краски Как раз тоже Позаимствовали Послушав А транскрипцию Кстати сделал Московский органист Основоположник Московской органной школы Александр Федорович Гидике Который написал И органы Сочинения И он Делал очень много Самых различных Транскрипций Для органа Но почему-то Чайковского Тоже не особо Перекладывал Вот Юля Я вот сказала Мой композитор Самый любимый Иоганн Себастьян Бах А у вас Как у музыковеда Как у пианистки Какой любимый Композитор Елена У меня тоже Бах Вот Это даже больше Чем любовь То есть Бах Он вне категории Он У меня меняются Очень часто Предпочтения Я многолюб В этом смысле То есть сейчас Там увлеклась одним На следующий день Другим И с большим пылом Я всегда отдаюсь Своим новым увлечением Но Бах Он вот всегда Вне Вне категории И действительно К сожалению Я как раз На органе Не играю Но все равно И для клавира У Баха Достаточно То есть И жизни Не хватит Все это переиграть И действительно У Баха Можно черпать Самые сложные моменты Жизненные И силы И вдохновение Бах Это все Ну вот А Петр Ильичайковский Как вы думаете Все-таки Вершина Русской классики Ведь представьте Получается Что он создал Шедевры Которые исполняются Признанные шедевры Во всем мире Опера Симфонии Балет Фортепианная музыка Виолончельная Скрипичная То есть Он везде Создал произведения Которые исполняются Во всем мире Можно сказать Что все-таки Он вершина Русской классики Или кто-то у нас Все-таки мог Его еще обойти Как считаете Ну конечно Чайковский Безусловно Одна из вершин Музыки 19 века То есть Следующая вершина Это будет Сергей Васильевич Рахманинов Который во многом Наследник Чайковского Но все равно Во всех жанрах Нет Потому что Он же не писал Все равно По объему Вот того Как Сколько звучит Музыка Рахманинова Сейчас Так же Как Чайковский Музыка Чайковского Они сопоставимы И Чайковский В чем секрет Его популярности При жизни А это действительно Редкость Чтобы при жизни Тебя уже называли Великим А его называли Называли Еще что-то Новый год Новый год без Шелкунчика Не наступит В Америке Он тоже Не наступит И в Америке И в Европе Когда вы отправитесь В путешествие На Рождество Во всех театрах Балетных Всегда Щелкунчик Итак Дорогие друзья Я У нас До свидания Дорогие слушатели Дорогие слушатели